Добрый день! На сегодняшнем уроке мы начнем работать с нашей шеей. Как я обещала своим подписчикам, сделать такой комплекс, очень интересный комплекс алисалома подводного для мышц шеи. Как всегда, я что-то дополняю или добавляю. Итак, первое, что нужно почувствовать и понять, как работать с шеей, это, если у вас есть уже болевой синдром, есть какие-то ограничения, не идите в амплитудное движение. Научитесь ощущать свои мышцы шеи в практически отсутствии движения, в такой статистике. Обычно, когда у человека острый период, все, что ему можно – это статические упражнения для шеи. Но мы немножечко добавим осознанности в это движение. Я рекомендую выполнять упражнения стоя, чтобы у вас было ощущение баланса, которое вы будете потом поддерживать и в обычном своем движении, и в том, когда вы будете стоять. Итак, стопы у нас параллельно, мы распределили вес между большими подушечками пальчиков и пяточки. Это позволяет выровняться оси. И обязательно представили, что у нас есть что-то наверху. Нельзя нефизиологично делать упражнение, если у вас есть вот это уже положение. И вы начинаете с него что-то делать. Обязательно выровняли, представили, что у нас что-то находится на макушечке, что мы это что-то удерживаем. И только из физиологического положения начинаем работать. Первое. Распределили вес стали и почувствуйте свою шею. Ощутите эту линию. Линия затылка, линия ваших плеч, челюсть, ваша грудная клетка. И мы будем работать с таким статикой. Но какие ошибки бывают в статике? Мы возьмем только две плоскости. Мы возьмем движение вперед-назад и влево и вправо. Причем двигаться мы не будем. Какая основная ошибка? Когда выполняет статику, происходит все равно смещение. Например, я покажу сейчас. То есть, мы должны статически выровняться и создать усилие давления в сторону ладошки. Но начинает поворачиваться шея. Начинает смещаться шея вместе с головой. Происходит движение. Так вот, этого не должно быть. Поэтому первое время постарайтесь выполнять эти упражнения перед зеркалом, для того, чтобы контролировать, а случайно нет ли смещения. Второй важный момент. Мы будем делать три повтора очень маленьких. Буквально две-три секунды. Для нас очень важно сделать небольшое усилие, чтобы включились именно мышцы шеи и чтобы мы заметили, нет ли еще чего-то подключающихся мышц к этому движению. Не сжимаем ли мы челюсть? Не задерживаем ли мы дыхание? Мы вначале возьмем переднюю и заднюю плоскость. Значит, встали, распределили вес, представили, что у нас что-то есть на макушечке и поставили ладошку в сторону лба. И мы делаем маленькое-маленькое как будто усилие чуть-чуть в сторону лба, а в сторону ладошки. И чувствуем, какие мышцы включились, что у нас начало напрягаться. И отпустили. Еще разочек. Чуть-чуть надавили. То есть избегаем вот этого смещения в давлении. Помним, что у нас на макушечке мы удерживаем что-то. Отпустили. Еще разочек. Микродвижение. Нет, неправильно. Вообще нет движения. Просто преднатяжение мышц к работе. И отпустили. И тут же, расставившись, сравнили. А в чем разница сейчас, если мы возьмем все мышцы шеи? Есть ли разница? Ставим здесь чуть-чуть свободнее. То же самое берем с другой стороны. На затылочную кость поставили свою руку. Представили, что у нас что-то на макушечке. И мягко в сторону ладошки сделали небольшое преднатяжение мышц. И отпустили. И отпуская, чувствуете, что еще подключается к этой работе. Насколько равномерно идет движение в сторону ладошки? Нет ли включения половинки одной из сторон шеи? Отпустили. Мы сделали плоскость, которая связана с передней и задней линией. Теперь наша задача, опять почувствовали переднюю и заднюю группу мышц шеи. Если ощущение высвобождения, возможно даже почувствуйте, как кровообращение улучшится в связи с тем, что вы сняли напряжение на шее и на затылочном переходе. Теперь наша задача сделать сторону плоскости. Ставим руку в сторону. И когда ставите руку, избегайте уже смещения головы в сторону руки. Опять представили, что у нас что-то на макушечке. И мы преднатянули мышцы. Надавили. Легко-легко, не надо никаких больших усилий. И отпустили. И чувствуете, как вместе с этим отпускается ваша лопатка. Еще разочек. Чуть-чуть. Почувствовали, чем, какие мышцы включились для этого движения. И отпустили. Еще один разок. Очень хорошо. Опять расслабились, опять ощущение своей шеи. И теперь работаем с другой стороной. Поставили. Представили, что что-то у нас на макушечке. И мягкое давление в ладонь. Мягкое преднатяжение. То есть, чуть-чуть. И оценивайте. Вы на всю ладонь давите. Или какая-то часть головы давит больше, чем другая. То есть, насколько это плоскостное. Может быть, голова делает больше давления в эту сторону, или в эту сторону, или больше уходит спирт. Оцените это преднатяжение. Еще разочек. Отпускаем. И последний раз. Очень хорошо. Вот такая небольшая работа в статике, особенно если у вас есть болевой синдром, особенно если у вас много напряжения на уровне шеи, позволяет вам почувствовать, что изменилось. Теперь опять встали. И почувствуйте, есть ли возможность большей свободы на уровне шеи. Есть ли ощущение, что вы теперь не удерживаете ничего на макушечке, а макушечка выровнялась, и вы стали более ровными. Выполняем этот урок. Набираем больше ощущений, чем силы. И на следующем уроке мы начнем работать в динамическом режиме. Желаю успехов в освоении собственного тела. Продолжение следует.